Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днём». С вами Виолетта Ефименко. Что нового произошло в городе и регионе, расскажем прямо сейчас. Основные темы выпуска. В 2017 году советом руководителей было принято решение решить эту проблему раз и навсегда. Как новый, в школе номер один реконструирован плавательный бассейн. Мы очень гордимся этим, поэтому сегодня наша тема соответствия нашего дня. Мы расскажем о проекте и создании вашего проекта. В Десногорске стартовал проект «Гостеприимная Смоленщина». За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 689 сообщений. Управление по делам ГО и ЧС отчиталось о происшествиях за неделю. Мы решили облагородить памятник сгоревшей деревне Серебрянке, которую не пошадили фашисты в 1942 году. Волонтеры провели митинг в деревне Серебрянка. А теперь об этих и других событиях подробнее. Губернатор Алексей Островский посетил Рословский район, где возводят крупнейший в регионе тепличный комбинат. Уже завершилось строительство первой очереди. Многопролетные теплицы разместились на площади 8 гектаров. В декабре прошлого года здесь уже получили работу почти 60 человек и успели посадить 160 тысяч огурцов. Запуск второй очереди запланирован на ноябрь. Количество рабочих мест возрастет до 300, а урожай составит 22 тысячи тонн огурцов в год. Свежими овощами будут обеспечены не только смоляне, но и жители соседних регионов. После капитального ремонта возобновил свою работу бассейн в городской школе номер один. Какие работы были проведены для того, чтобы юные десногорцы могли заниматься плаванием? Смотрите в нашем сюжете. 1 марта состоялось торжественное открытие объекта, которого все ждали с нетерпением. После капитального ремонта открыл свои двери плавательный бассейн в школе номер один Десногорска. Совместными усилиями администрации города, Смоленской АЭС и Советом руководителей была проделана большая основательная работа. Привлеченные подрядные организации приложили немало усилий. Теперь здание бассейна представляет собой современное, светлое и безопасное помещение. Объем проделанной работы огромен и виден невооруженным глазом. Стены и чаши 25-метрового бассейна были полностью реконструированы и обновлены новой кафельной плиткой и сопутствующим инвентарем. Тоже было сделано в раздевалках и душевых комнатах. Установлены новые системы водоочистки и фильтрации, восстановлена электропроводка. Благодаря современным системам вентиляции и кондиционирования помещения поддерживается комфортный микроклимат, несмотря на время года и температуру на улице. Таким бассейн должен был быть уже давно. Восемь лет назад подрядчик, который взялся за капитальный ремонт помещения, не смог выполнить свои обязательства. Из-за последующих судебных разбирательств ремонтные работы были остановлены на неопределенный срок. В 2017 году завершить этот важный для города проект взялся совет руководителей предприятий города. Вопрос запуска бассейна у нас, к сожалению, растянулся на долгих два года. Но тем не менее, мы, наша команда, смогли эту задачу решить. Реализация проекта сопровождалась определенными сложностями, которые были успешно преодолены. Здесь скрытые дефекты, труба, которая забетонирована. И сегодня, слава Богу, я говорю, слава Богу, это действительно праздник, праздник для детей. Мы нашли причину и установили. Это действительно подарок. Важность этого спортивного объекта трудно переоценить. Плавание – это не только полезные физические нагрузки, но и новый вид досуга подрастающего поколения горожан. Все мы знаем, что дети в гаджетах, надо побольше двигаться, надо побольше, а тем более плавать. Это все укрепляет и здоровье, и иммунитет, и все силы нашего организма. Поэтому мы очень рады и выражаем огромную благодарность нашей школе, администрации, Смоленской АЭС и всем подрядчикам, которые выполняли технологическую часть пуска бассейна. Теперь любители оздоровительных водных процедур смогут заниматься любимым занятием круглогодично. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна-ТВ. По данным Роспотребнадзора по Смоленской области, количество заболевших острыми респираторными заболеваниями продолжает увеличиваться. На сегодняшний день более 6 тысяч человек обратились в поликлиники региона. Врачи регистрируют диагнозы грипп, иодена и риновирусной инфекции. 15 классов из 4 школ Смоленска закрылись на карантин. Санитарные врачи рекомендуют соблюдать меры гигиены, пить витамины и избегать массового скопления людей. 5 марта в городской библиотеке на семинаре «Школа профессионального гостеприимства» собрались активные жители города. Их объединил масштабный проект по созданию региональной сети – народных центров гостеприимства. Этот проект победитель конкурса фонда президентских грантов в 2018 году. Какая у него цель и каковы его задачи – смотрите далее в сюжете. Развить культурное наследие и создать положительный имидж Смоленщины – главная задача проекта. Для этого необходимо собрать команду активных жителей Десногорска. Именно с этой целью в Десногорск приехала руководитель проекта Елена Агафонова. Свой многочасовой семинар она начала с обучения участников по программе «Школа профессионального гостеприимства». Всем присутствующим раздали учебные пособия и сборники методических материалов. Участникам подробно рассказали принципы профессионального гостеприимства. Им объяснили основы экскурсионной и культурной деятельности. Были рассмотрены темы отдыха, развлечений, гостиничного и ресторанного бизнеса, общественного питания, экскурсий и выставок. Мы ищем лучшие образцы и на их базе, понимая, что вот он, здравствуйте, близкий идеал и вариант, на их базе создаем свою работу. В процессе семинара сформировалась десногорская команда. Ее разделили на две части. Инициативная группа уже в процессе обучения смогла предложить две идеи больших проектов для города. Выбор проекта, который будет реализован в Десногорске и на базе какого учреждения, остается за командой. Мы надеемся, что сильная энергия Десногорска поможет команде продвигаться дальше. Все результаты самого проекта, который сегодня рождался, будут только в октябре видны. Все свои идеи на тему, что можно предложить гостям Десногорска, команда города будет презентовать 25 апреля в Смоленске. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Розганова, Десна ТВ. Смоленские полицейские получили сообщение о том, что в регионе выявлены фальшивые купюры. При пересчете денег в банке была обнаружена поддельная купюра номиналом 5000 рублей. Она поступила из магазина Сафоновского района. Сбытчика задержали. По его словам, деньги он нашел на улице и расплатился ими в магазине. Теперь задержанному грозит срок до 8 лет лишения свободы. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой 4 раза, к ликвидации последствий ДТП с пострадавшими 1 раз. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 689 сообщений, из них 249 ложных. Поступило и отработано 7 просьб от населения. 26 февраля поисково-спасательный отряд Управления по делам ГОЧС отметил 20-летний юбилей с дня своего создания. Также 1 марта отмечался Всемирный день гражданской обороны. Управление по делам ГОЧС поздравляет с профессиональным праздником всех, чья работа связана с обеспечением безопасности жизни и здоровья людей. На коллегии Главного управления спорта Смоленской области подвели итоги прошлого года. Смоленский регион оказался сильнейшим по сдаче норм ГТО школьниками. Ребята показали самый высокий результат по всей России. Более 5000 смолян успешно прошли испытания и получили памятные значки. 1200 из них – золотые. Победители и призеры всероссийских международных соревнований получили денежные призы. Напомним, что смоленские спортсмены выступали в составе сборной России на зимней Олимпиаде в Корее и привезли бронзовые и серебряные медали. 5 марта возле памятника заживо сожженным жителям Серебрянки собрались волонтеры и работники культуры. Они ежегодно наводят порядок на месте бывшей деревни. Как проходила уборка и возложение цветов в этот раз – смотрите далее в сюжете. Ломики, чтобы колоть снег, лопаты, чтобы сгребать сугробы и мусор. Весь инвентарь волонтеры привезли с собой. Рано утром они приехали навести порядок на месте страшной трагедии, которая произошла 77 лет назад. Мы убрали лед, подмели и собрали мусор вокруг памятника. Эту работу волонтерское сообщество выполняет не впервые. Многие ребята приезжают на уборку четвертый год подряд. Просто получаю удовольствие от того, что я, например, памятник убираю, и люди будут смотреть, им будет приятно то, что он чистый. То, что здесь нет бутылок, осколков. В завершении митинга ребята по традиции возложили корзину с цветами к месту трагедии. Здесь 5 марта в годы Великой Отечественной войны фашисты заперли на складе 19 жителей деревни и заживо их сожгли. Так они отомстили им за помощь советским партизанам. Ударом в колокол памятника волонтеры почтили память погибших. Более пяти лет готовилась к открытию выставка, посвященная воинам-интернационалистам. Уникальная экспозиция находится в музее Рославля. Она посвящена памяти погибших солдат и офицеров, родившихся на рославльской земле. Экспонаты для выставки собирали всем миром. Фотографии и вещи воинов, исполнивших свой долг в Афганистане, Чечне, на Горном Карабахе, теперь в центре зала. В этой экспозиции отражены геройские поступки воинов-интернационалистов Смоленщины. В дальнейшем в Рославском музее планируется проводить уроки мужества для школьников и Дни памяти. Выставку уже посетило большое количество людей. И коротко о погоде. 7 марта в Десногорске днем до минус двух, ночью до минус пятнадцати. Возможно, небольшой снег. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте disnagifistv.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова